Мир вам, братья и сестры! Мы будем читать Слово Божие, Евангелие от Марка, 4 глава сначала. Евангелие от Марка, 4 глава сначала. И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, слушайте. Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы по клеварету. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семя, и она не дала плода. Иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Братья и сестры, может быть, мы даже не думали об этом, но сегодня кто-то хотел нас обворовать. Вот когда мы заходили сюда, в молитвенный дом, и это враг нашей души. Вы знаете, он ворует проповеди, и он ворует Слово Божие, которое сеется в Доме Божьем. И поэтому в Библии не зря написано о том, что мы должны быть особенно внимательными. Особенно внимательными. Мы как бы предупреждены Господом, что враг будет стараться. Чтобы зачем? Чтобы не отпасть. Мы должны быть особенно внимательными. Он приходит, враг, для того, чтобы украсть, убить и погубить. И дьявол очень хорошо знает, что в Слове Божьем есть сила. Оно ободряет, оно наставляет, обличает где надо, дает нам радости, силы снова. Оно имеет особую, особую силу Слово Божие. И в Писании написано, что и вера отслышания, отслышание Слова Божьего, мы возрастаем в вере. И апостол Петр говорит, когда мы любим Слово Божие, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение. И вот мы уже слышали сегодня Слово Божие через проповедь, через пение, стихи, хор пел. Групповые пения были сольные. Вы знаете, Бог сеял Своё Слово. Но вопрос, что мы запомнили? Что мы приняли на почву своего сердца? Вы знаете, у нас могли быть разные мысли. Мы же можем вот так сидеть и, знаете, очень-очень такой благочестивый вид. Но мысли могут быть, кто его знает где. Одна сестра как-то, говорит, пришла на служение, говорит, да? И вот сосредоточилась, и вдруг у меня мысль, ой, я же утюг не выключила. Точно. Что делать? Или звонить, или ехать, что делать? И знаете, идет проповедь, а она уже видит дым, который из окна у нее из дома валит, да? Но на самом деле ничего там не было. И враг очень-очень лукавый. Он знает. И, знаете, мы слышали сегодня о том, что брат, когда начинал, он говорил, может быть, кто-то из нас не успел прочитать Слово Божие. Ну, бывает такое, случается, да. А я подумал, а если мы часто не успеваем? Ну, такое же тоже может быть, как искушение, правда же, да? И мы очень хорошо слышали о том, что одолжаемой веры не бывает. Мы никто не войдем в Царствие Божие за счет кого-то. И когда нас много, и мы пойдем, это большое назидание, благословение, но, кажется, и мы такие теперь сильные верующие. И мы слышали, мы должны иметь личное отношение с Богом. Личное отношение. Наше личное отношение к Слову Господнему. Помню, один из наших сыновей как-то обратился, покаялся, мне дома не было, и он смотрел одну брошюру. Такое, как, знаете, представление автора, как будет в потустороннем мире. И там на первой картинке, кладбище там, и в разрезе показано, значит, там уже покойник в гробу, уже все засыпали могилку, и сверху стоят люди, и один так уважаемый на вид человек поднимает перс к небу и говорит, он был хороший человек. Ну, а покойники всегда говорят хорошо. Там картинка переворачивается, и там, ну, это представление, там ангел этого человека так, говорит, вставай, говорит. А он говорит, я же умер. И он ему цитирует, изыдут, творившие добро, воскресение жизни, творившие зло, воскресение осуждения. И ангел его берет и на суд Божий. Престол Божий его поставил, и ему показывается вся его жизнь. Как с детства, потом он там подросток, как он там косички дергал, сестренки, как он животных мучил, там, кошку, собаку. Потом он стал, знаете, где-то подбирать окурки, потихоньку таком курил, потом где-то допивал спиртное в бутылках. Ну, в общем, начал аморальный образ жизни вести. Ему так страшно, он стоит перед престолом Бога, да? Ему показывают всю его жизнь. И вдруг, следующая картинка, он сидит в Доме Божьем на собрании. И он, ангел, говорит, смотри, смотри, я в Доме Божьем был. И ангел ему говорит, да, но что ты там делал? Картинка переворачивается. И он там, так, знаете, в полудремотном состоянии. И вот так на часы смотрит, думает, что-то проповедник затянул сегодня. Потом, что там, интересно, жена приготовила на обед. Он, знаете, он уже дома, он уже за столом сидит. И когда он все это видит, он не слушает Слово Божие. Сатана обманул его. И он ангелу говорит, я был безумный человек. Ангел говорит, правильно, но поздно. Вот теперь поздно. Я помню, мой сынок, когда это все посмотрел, наверное, тоже где-то дремал и неправильно относился. Он просто покаялся тогда. Пришел и говорит, мама. Вот Бог проговорил к его сердцу. Братья и сестры, во сне не обокрал Сатана? Вот сегодня. Ведь у Бога было Слово для каждого из нас. Он знает обстоятельства нашей жизни. Он, знаете, это настолько удивительно. У кого-то горе, у кого-то радость, у кто-то сильно болен, у кого-то ребенок родился. Но для каждого человека у Бога было Слово. И Он хотел нас ободрить. Он хотел дать нам новые силы, радость жизни, укрепить нашу веру и так далее. В одной семье, одной мамы, хорошая христианка, сынок был, который противился Слову Божию. Но она его приглашает на служение, а он нет и все, нет и все, нет и все. Но однажды она ему уговорила. Ему уже неудобно было отказывать. Но все-таки мама. Он думает, ну что же делать, буду я таких попов там слушать. Думает, вдруг у него пришла идея, у него были такие затычки для ушей. И он взял это, заткнул оба уха, сидит на собрании, довольный такой, ничего не слышит почти. Улыбается. Потом он наблюдает за людьми, смотрит. Какое-то у них особое внимание, у людей, к тому, что там поют, говорят. Вот он смотрит, у кого-то там слеза потекла по щеке. Он думает, что это такое? Что происходит? И он так незаметно, аккуратно, раз, одну затычку так вытащил. И вдруг слышит. Кто имеет уши слышать? Да, слышит. Он, знаете, испугался прям так, вздрогнул. Он думает, ну точно вот Бог же есть. Да, вот он же знал, что я вот таким образом поступил. Братья и сестры. Слава Богу, что сеется Слово Божие, что у нас есть Библия, что мы можем читать Слово Божие. Но замечаете ли вы, какое сильное сопротивление? Как старается дьявол, чтобы мы, ну знаете, вот многие жалуются и говорят, вот читаю газету, мелкий шрифт, ничего, и глаза не болят. Библию читаю, плохо вижу. Или говорят, ну вроде сел читать Библию, прочитал пять-шесть стихов и ловлю себя на том, что я даже не понимаю, что я прочитал. Ну просто механически это сделал. Или на сон клонит. Я помню, одна молодая семья, они просто это как-то признались, поговорили, молились с ними. Вот говорят, они только поженились, они решили, что они будут читать Библию. Вы знаете, немножко формально это делали так. И вот они читают Библию и так, и вдруг она у него так между коленом вот так разохлопнулась и выскользнула и упала на пол. Но он поднял Библию, так листает, листает и говорит жене, так, что мы читали, что мы читали? Она говорит, так, 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 что же мы читали? Ни он, ни она не вспомнили даже книгу, из которой читали. Вы знаете, сатана прилагает очень много усилий. И мы должны это понимать. В Слове есть сила. И наша жизнь, Господь говорит, Слово Христово, да вселяется в вас обильно. Господь желает, чтобы мы были пропитаны Словом Божиим, чтобы мы жили Словом Божиим. В Нем сила, жизнь. Мы должны быть особенно внимательными. Почему дьявол это делает? В одном месте написано, чтобы не уверовали и не спаслись. И знаете, наша жизнь и наше свидетельство о Христе, она должна тоже сопровождаться Словом Божиим. Мы должны говорить, так написано. И цитировать Слово. Так говорит Господь. И с много искушений. Попробую коротко одну историю. Один брат мне рассказывал, он летел самолетом с Лос-Анджелеса в Москву. Очень длинный перелет. Ну и думаю, надо же свидетельствовать. Рядом сидел человек, немножко угрюмый такой. Думаю, ну как же расположить его? Я, говорит, молюсь, достал Библию. Ну думаю, обратить же внимание, что это Библия, может быть, открываю и читаю. Да, мужчина заметил и говорит, ну извините, дословно, как он сказал, вы что, читаете эту чепуху, говорит? Он говорит, это Библия. Он говорит, я вижу, поэтому я так и говорю. Ну и, говорит, у нас началась там полемика, что только мы там не говорили, да? И этот мужчина говорит, а вы знаете, что ваши апостолы, они даже не знали, что такое утюг. А ты читаешь, говорит, вот то, что они написали. Ну а я, говорит, парирую. Я говорю, а вы знаете такое Яна Москаменский? Ну Каменский, говорит, это величина, говорит, чешский педагог. А я, говорит, ему говорю, а вы знаете, что он не знал, что такое телефон? Ну и вот так у нас идет перепалка про макро-микро-мир, говорим. Вдруг объявляет турбулентную зону. И, говорит, этот мужчина, говорит, так откинулся, глаза закрыл. И я, говорит, молюсь, и мне пришла одна идея. И говорю, я хотел вам что-то прочитать. Ну, он говорит, давай, и даже глаза не открыл. И я, говорит, стал медленно читать пятую главу Евангелия от Матфея. Когда я закончил ее читать, и, говорит, мужчина даже не отреагировал. Я думал, что он уснул. И мы так и не разговаривали больше в Москве, когда уже получали багаж. Вдруг этот мужчина подходит нашему брату и говорит, я хочу перед вами извиниться. Он говорит, а что такое? Да я, говорит, так нехорошо себя ввел в самолете. Говорит, ну, знаете, у меня такие обстоятельства были ужасные, да? Мы, говорит, буквальным образом драли сына. Он у меня ножом кидался. Он живет в Лос-Андресе. И у нас такие отношения сложные там. И я в таком возмущении был и так далее. И вот сижу в самолете, это кипит. И вы еще со своей чепухой, это говорит, там, с Библией. Но, говорит, у меня к вам один вопрос, говорит, что это было за произведение, которое вы читали во время турбулентной зоны? А наш брат говорит, а почему вы спрашиваете? Он говорит, впервые в жизни в мою душу проник какой-то свет надежды. А там, помните, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. А он там с сыном на ножах дрались. И наш брат говорит, это была Библия. Он говорит, не может быть. Он говорит, это была Библия. Мужчина говорит, я буду читать Библию. Имеющий уши слышит, да слышит. Мы с вами такие счастливые люди. У нас есть Слово Божие. Когда я сейчас сидел там, мысленно собирался, вот на эту притчу что-то читать, и я вспомнил, как я получил первую Библию. Вы знаете, в молодежи меня смотрели, как будто я миллионер. Вот это да! Своя Библия, да. Мне ее прислала одна старая женщина из Германии в упаковке со стиральным порошком там была. И она в этой упаковке прислала мне Библию. Как-то прошло. Вы знаете, это было такое сокровище. Такое сокровище. Я вот сидел и старался искренне проверить свое отношение к Писанию. Я думаю, буду мотивировать к чтению, к изучению, к жизни по Писанию. Но Бог же видит мое отношение. И знаете, мне хотелось, чтобы мы сегодня, рассуждая над этим текстом, пришли к одному выводу. Господи, я хочу быть человеком Библии. Я хочу быть человеком, который живет по Слову Твоему. Все мне есть сила. Иисус Христос, объясняя вот эту притчу, которую он прочитал людям, обратил внимание, что проблема в почве сердца. Семя доброе. В семени есть сила. И я слышал, что когда археологи сделали раскопки как-то в египетских пирамидах, они обнаружили кувшины, пшеница там тысячи или сколько лет. Эти кувшины там стояли. Ну, сухое, мертвое зерно, кажется. Сделали эксперимент. Это зерно посеяли в землю, прикрыли землей, полили водичкой. И пошла жизнь. В семени есть жизнь. Там есть жизнь. В Слове Божьем есть жизнь. Но его нужно принять на почву сердца. Его нужно принять на почву сердца. Оно не должно оставаться на поверхности ума и сердца. Оно должно быть принято. Об этом говорил Иисус. Когда он остается на поверхности, когда у нас легкомысленное отношение к Слову Господнему, приходит сатана, в одном месте Иисус объясняет, говорит, это как птицы небесные, которые просто и поклевали все, что сверху. Это враг, говорит, враг. Он ворует это просто семя. Я хотел просто, знаете, задайте себе вопрос. Те, которые сегодня утром читали, успели почитать. Вы помните, что вы читали? Вы размышляли над слышанным. Вы знаете, сатана же хочет, чтобы, ну, знаете, чтобы это формально было. Мы же верующие люди, но чтобы мы не прикрыли почвой нашего сердца это семя, чтобы сатана не украл. Начали размышлять над этим Словом. Это очень важно. Это очень важно. Один брат мне как-то рассказывал, он был новообращенный, и говорит, ну, сказали, надо каждый день читать Библию, я прочитал, но, говорит, если честно, уже выходя из калитки, я уже не помнил, что я прочитал. Там пару стихов прочитал, ну, вроде надо. И, говорит, на работе, говорит, там мне соработники задали какой-то вопрос, и я не мог ответить. Они говорят, да что ты за верующий, ты даже свою Библию не знаешь, говорит, да, если у вас все такие, то у вас никто не верует в Бога, да. И мне, говорит, так досадно было, что вот такая плошность в моей жизни, с тяжелым сердцем, Господи, ну, почему ты мне не помог? Ну, почему ты не дал мне ясность? Вот, как объяснить им? Пришел домой, молюсь тоже. И вдруг, ясно, ясно, Бог мне говорит, прочитай то, что ты утром читал. Я, говорит, с трудом нашел это место, но нашел. И это был ответ на тот вопрос, который мне задали на работе. Я понял, говорит, как это было легкомысленно с моей стороны. Бог заботился о мне, Он знал наперед, что нужно будет мне на этот день. И это очень важно. Братья и сестры, мы должны прикрыть молитвой это слово, прикрыть его для исполнения, чтобы оно там начало действовать и расти. В нем есть сила, которая меняет нашу жизнь. Вторая категория почвы, это была, мы читаем, иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Какая мысль вам приходит, когда вы слышите о том, что почва была, но она была неглубока? Знаете, мне приходит мысль, Иисус Христос через апостола Павла, Тимофею писал о людях последнего времени. А они будут с поверхностной верой. Они будут иметь вид благочестия, но силы его не будут иметь. То есть, вот камни жизни, грехи, они будут прикрыты тонким слоем видимого благочестия. И так посмотришь, ну, земля есть. Она попадает туда. Но люди, которые вот с этой категории почвы, они непостоянны, они боязливы. Во время искушения обнаруживается и сущность этих людей. Они слушают Слово. Они даже скоры на слышание. Они даже с радостью принимают написано это Слово. Но! Они не подчиняются этому Слову. Они не подчиняются этому Слову. Они непостоянны. Они не имеют в себе корня. Они не соединены с лозой, как веточка. И поэтому малейшее что-то влаги нету, корня нету. И это Слово, это семя, этот росток засыхает. Братья и сестры, давайте проверим свое сердце. Вы знаете, это же очень важно подчиниться этому Слову. Реагировать на это Слово. Как-то я подвозил одного человека. Ну, стараешься, если можно, где-то кому-то засвидетельствовать. Смотрю, стоит, голосует. Ну, садись. Ну, сели, дорога и вижу, надо успеть рассказать, немного ехать. Ну, я сразу начал. Я говорю, я вообще-то верующий христианин, хотел с тобой поговорить. А Бог говорит, ты как веришь? Он говорит, да, я тоже верующий. Ну, я понял, он верующий, потому что я его бесплатно везу. Я говорю, а что такое вера? Он говорит, вера? Ну, говорит, не знаю. Я говорю, смотри, вера, для того, чтобы быть верующим, нужно, во-первых, иметь знания об объекте веры. Во-вторых, нужно согласиться с этими знаниями об объекте веры. И, в-третьих, нужно жить согласно тех знаний, которые мы получили об объекте веры. Я говорю, ты верующий? Подумал, говорит, наполовину. Вы знаете, кто не со мной, тот против меня. И, братья и сестры, это настолько важно, когда Дух Святой говорит нам. Библия говорит, не ожесточайте сердец ваших, принимайте решения, реагируйте. Там, знаете, могут быть камни обиды, камни непрощения, там могут быть ужасные камни. Мы поем в одном гимне, омой меня внутри, вне, и чтобы вот на самом дне все, что там есть неправильно, все очистить. Мы должны молиться о том, чтобы Дух Святой перепахал почву сердца. Когда Дух Божий касается нас, мы должны принимать решение. Мы должны реагировать. Мы должны его принимать для исполнения в своей жизни. Не просто, ах, хорошее было собрание, слава Богу, но Дух Божий где-то побуждал кого-то попросить прощения. А может быть, знаете, бывают ужасные случаи. Я как-то был в одной стране, и я даже не ожидал, я уже собрался улетать, и вдруг, говорят, какие-то семейная пара приехали, узнали, что вы здесь, хотят срочно с вами поговорить. Я давно где-то когда-то знал. Они заходят, и знаете, это было что-то действительно ужасное. Она рассказывает, что ее муж много лет ей изменял. И как это открылось? Вдруг у него дома пошла кровь из горла. Все, он падает, кровь истекает кровью. Она напугалась, она думает, ну все, надо срочно скорую. А он говорит, подожди, не вызывай скорую. Она говорит, почему? Он говорит, пока я не умер, я тебе должен что-то сказать. И я изменял тебе много лет. И когда он попросил прощения, покаялся, кровь остановилась, они приехали ко мне, там каялись, молились. Это длинная история. Я так думаю, надеюсь, что он больше этого не делал. Но он говорил, что Дух Божий касался его сердца. Господь его останавливал, на первых шагах останавливал, когда он где-то с вожделением смотрел, а потом больше. Он не реагировал, он не принимал решения, он не останавливался. Но не вечно Духу Божьей быть пренебрегаемым человеком. Духа не угощайте. Братья и сестры, если Дух Божий касается нашего сердца, может быть, он побуждает кого-то засвидетельствовать кому-то о Господе. Это что же так важно? Быть послушным. Я помню, один служитель мне рассказывал, говорит, в воскресенье, вот как мы вот сидим на собрании, к нему подходит одна сестра и говорит, у меня муж тяжелый, болеет, посетите его, пожалуйста. Он хотел с вами поговорить. Он говорит, на этой неделе. Понедельник, там неожиданно что-то случилось, вторник, похороны были в среду, еще что-то. Короче, до субботы он так это не сделал. Ну, вроде были причины. И уже время, говорит, уже там, к вечеру суббота 9 часов. И так дух побуждал, говорит, поедь же к этому брату. Единственное, что его смущало, я думала, как я ей в глаза посмотрю, это сестре воскресенье. А дух обличает, дух обличает, говорит, да. И тогда я стал оправдываться, вот Господи, ну видишь-то, я уже не молодой, у меня нету силы, сейчас в ночь ехать. А Господь говорит, да у тебя в церкви братьев несколько десятков водителей, любой тебе повезет, позвони. Он думает, вот первому позвонить и согласиться. То этот Бог звонил, он говорит, да я с радостью, говорит, приехали туда. И там это так нужно было. Этот брат там действительно был при смерти. Он исповедал разные моменты там жизни, привел в порядок, покаялся, обновился, да. Ну и наш брат, можете себе представить, такой счастливый, что он проявил послушание Богу, вот через то слово, которое Бог ему говорил. И утром, говорит, рано. Звонок, поднимаю трубку. Жена вот этого человека, где он вчера был, говорит, сегодня ночью Господь моего мужа взял к себе. И говорит, а если бы я проявил непослушание? Братья и сестры, Господь по-разному с нами говорит. Наша ответственность реагировать на Слово Божие, когда мы его читаем дома. Это не должны быть полусонные собрания. От этого времени должно веять святостью. Это должны видеть наши дети, семья. Мы собрались вокруг Слова Божьего. И мы его читаем, чтобы принять его для исполнения. Чтобы невидимость создавать просто. А чтобы было, знаете, как у Тимофея, который жил в окружении двух женщин, у которых была нелицемерная вера. Думал, какой счастливый молодой человек. Он видел, что они живут так, как учат, как говорит Слово Господне. Это важно. Третья категория почвы – это втерния. И вот терния – это когда человек пытается одновременно совместить и Бога, скажем, да, или угодить, и мамония. То есть он пытается это совместить, пытаться примирить в своем сердце служение Богу и мамония. Господь говорит, это невозможно. Не можете служить двум господам. И вот это задушит буквально семья. Она заглушит семья. И Бог видит наше сердце. И, может быть, кто-то понимает, что это его проблема. Мы озабочены этим, мы поглощены этим, да. Или, знаете, есть еще там такое объяснение. Может быть, в суете человек это делает. Что такое суета? Суета – это дело, сделанное бесполезно, от которого человек ничего не имеет для себя, да. То есть без Бога, без молитвы, с утра до вечера, перегружен, загружен. И, знаете, я так подумал, что самым большим врагом вот в данной категории почвы являются даже не какие-то безбожные дела. Это может быть что-то даже хорошее. Но самый большой враг лучшего – это хорошее. Она вроде бы не так страшно кажется, да. Но если это идет во вред, если это не дает расти Слову Божьему, мы должны принимать решение. И это очень важно. Оно выросло тернее и задушило, заглушило семя. Мы читаем первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Он будет, как дерево, посаженное при потоках. Вот лист, которого не вянет. Во всем, что он не делает, успеет. Когда приоритет Слова Господня, да, нам кажется, иногда нам не хватает один час в сутки или два часа. Часто можно слышать, говорит, вот чуть-чуть не хватило. Вот как-то Бог сделал 24 часа. Сделал бы 25, было бы лучше. Но, знаете, человек, который пребывает в Слове, который бодрствует в этом отношении, чтобы вот это, может, даже хорошее, но мы перегружены, обольщение богатством, заботы века всего. Они задушают вот это семя. Мы должны быть особо бодрыми, чтобы оно не пропало, это семя. И последняя категория почвы – это добрая почва. Добрая почва. И, знаете, в то же время 30, 60 и 100. Я думал, ну почему, так, ну, что это значит? Я бы сказал так. Это когда практическая жизнь согласуется со Словом. Когда наша практическая христианская жизнь согласуется со Словом. Это большое ободрение. Знаете, как-то дети, наблюдая за жизнью нас, родителей, вот когда моя супруга была в переходе в вечность, они говорили, мама – настоящая христианка. То есть, она была ей. Не просто на собрании, когда, знаете, там, пела она там всю жизнь в хоре, да. Но они видели ее жизнь. Когда в практической жизни, вот, было согласование со Словом. Жить по Слову Божьему. И это приносит плоды. И я хотел бы, чтобы мы взяли время еще, братья и сестры, для молитвы. Я не знаю вашей жизни, и вы не знаете моей жизни. Я уже молился сегодня об этом Господу. Хотел с вами тоже помолиться. Господи, я хочу быть человеком Библии. Я хочу, чтобы Слово Твое обильно вселялось. Я хочу его принимать для исполнения. Я хочу покориться, подчиниться этому Слову. Я хочу быть особенно внимательным. Один ли я читаю, в семье ли, в собрании святых ли, когда ты говоришь. Я хочу принимать Твое Слово. Я хочу бодрствовать. Я хочу помнить, что враг хочет украсть это семя. Господи, я хочу быть человеком Библии. Ну, а если кто-то, например, вот сейчас сидит и думает, вот если честно, вот нету желания читать Библию. Мне многие делились такими уже переживаниями. В этом надо покаяться. Это же страшно подумать. Знаете, есть разная пища. Но представьте себе, кого-то вот от этой пищи тошнит. У него неприятие. Это же страшно. Это же такое обольщение. Это Слово Божие. Это пища для души, которую предлагает нам Господь. Мы должны тогда в этом покаяться. Сказать, Господи, Ты помилуй нас и прости. Я хочу питаться Твоим Словом. Я хочу ценить Твое Слово. Чтобы не просто, знаете, бросать такие тезисы у Слова Твое сладче меда. Но чтобы это была правда. Реальность нашей жизни. Чтобы мы были научаемые, вразумляемые. И как Павел Тимофеев говорит, да будет совершен Божий человек. Ко всякому доброму делу приготовлен. Помоги нам Бог. Друзья, если кого-то Господь обличает. Вот просто молитесь, сидя сейчас. Чтобы когда мы будем вместе молиться, чтобы Он дал вам силу этой исповедки. Скажите, прости, Господи. Я жил неправильно. Я не покорялся Слову. Видимо, благочестие. Ко мне столько собралось. Прости. Я верю в силу Слова Твоего. Измени мою жизнь. Я хочу подчиниться, покориться и исполнять его. Я хочу бодрствовать. Давайте возьмем это время для молитвы. Аминь. Склонимся. И кто желает, молитесь.